Привет, мои хорошие! Всем привет! Вот приехала за ягодой. Видите, какая у нас ягодка? Синенькая, как и обещала. Крупная, красивая, хорошая. Это около Мунстера нашего, где я жила раньше, в Хюцеле. Вот такая ягода. Посмотрите, на каких кустах растет. Она, конечно, еще много зеленой в ней, но все равно, смотрите, какая крупная, какая хорошая, красивая ягода растет. Мы ее, конечно, выбираем теперь по ягодке, но все равно, представляете, какая крупная, хорошая ягода. Вот такие пироги. Вот, дорогие мои, вот такая поляна, вот такой полностью ягодный оазис у нас. И вот с такими ягодками. Видите, это голубика, да? Да, только облагороженная. Облагороженная. Дикая голубика, да? Не дикая. Не дикая, наоборот. Ну вот, похоже на нашу чернику, но кусты здоровые, высокие растут, да? И каждая отдельная ягодка перебирается, выбирается. Чернику-то мы совками гребли. А эту вот, видите, гребем ручками, а не лопатами. Вот такая, видите, какая ягода. Но крупная у нас девчонки российские в гости приезжали, ягодку-то собирали. И Олесенька, и Людочка, и Катя с Димой. Все, кто приезжают к нам летом, мы обязательно-обязательно их возим в наш оазис ягодный. Так что у нас здесь, как в Толстихе, напомните, ягода всякая разная. Вот я уже второй поддончик ругу. Поддончики все одинаковые, просто они тарой уже помечены. И я уже их везде беру и на малину, и на клубнику, и на что только не беру. Вот такая у нас ягодка. Немалинка растет. Жарища такая. Мы специально приехали в Монстр. Сегодня внучки день рождения отмечаем. Там эти народ уже грилит. А мы сейчас ягодку нарвем и поедем тоже грилить. Нагрилимся. Как положено. Жара. Завтра передают у нас уже ветер, ураган, гром, молния. Поэтому мы сегодня выхватили опять хороший денек, как в прошлую субботу сгорели, так и нынче. Вот у нас ягодка попалась. Она нам хорошая. Просто открыли ее. Поэтому она нам и попалась. Если бы не открыли, мы бы, конечно, ее не рвали. А так открыто, что и не купить. Ну, вообще-то она, конечно, дорогая. Эта ягода тоже, как чугунный мост в Питере, я уже вам говорила, золотая ягода. Но один раз в год нельзя себе ни в чем отказывать. Мы ее рвем. 4,50 килограмм. 4,30, по-моему, значит, за 5 килограмм. А если 10 килограмм нарвешь, то 4 евро. Ага. Ну, что удобно, я уже вам говорила. Жрать можно. Никто не проверяет. Костя уже наелся. От пуза уже, наверное, не полезет ему грилевое мясо с водкой. Ну, посмотрим. Посмотрим. Говорит, что не полезет. А это... Деда! Жена идут! Вот. А мы уже ягоду с дедом рвем. Как в тайге. Сначала рвем, потом, когда нарвем, уже едим. Мы по-другому не можем. Ну, так попробовали. Конечно, с кустов пробуешь. Сладкое, не сладкое. Не хочется, знаете, не сладкую еще нарвать за 4,50. Не очень-то хотелось бы. Такие кустики. Народ есть. Народ рвет. Ой, мокрая, как курица. Или как кто, не знаю. Мы приехали с дедом. Ну, с отцом. Где он у нас, не знаю. Он у нас таежник, поэтому побежал за ягодой. Сейчас все оббежит. И с полным ведерком со своим придет. А мы тут на одном месте с Константином рвем. Что уже... Что уже видим, то и рвем. Так что вот так, друзья мои. Где дедушка наш? Не видать. Там где-то. Где-то там. Константин шароборится. Ягоду все жрет, нажраться не может. Господи Иисусе. Но так, вон там где-то дедушка нас жрет. Ягоду сейчас пойдем к нему. Когда крупную хочется, еще крупную. Угу, не говори. Ну, молодец ты. Ну, вот. Ну, потому что мы же не едим, как он. Он всю ягоду посожрал. Я видел, что я ягоду... Ох, крупная такая ягода. Сначала рву, потом ем. Нет, я сразу делаю. Ага. Ем и рву. Сузамом. Просто я умею рвать ягоду. Ну, ясно, понятно. Что умеешь. Я одной рукой потихоньку умею. А я двумя. Одной в рот, другой ясно. Нет, чужие в тайге. Понятное дело. Ну, это же не черника, да? Лена почти одинаковая. Ну, не черника, конечно. Но у нее калории тоже. Какая крупная. Не черника, но... Ну, похоже, сильно похоже. И вон выточки эти, и все-все-все. И доканаем вкус почти такой. Ну, все, абсолютно. Ну, вкус почти такой. Конечно, они... Почему четыре селами? Они знают, что... Ну, да. Ну, что, дорогие мои, нарвали мы ягоды. Да, Константин? Да. И совсем еще маленько. Надо добавить. Ну, пойдет. Ну, пойдет. Пойдет. А как я теперь две чашки буду дорывать? Никак. Домой пойдем. Ну, все. До встречи. Дальше. Дальше будем вести свой блок. Поехали. Мукрые. О, гуси. Жарень такая стоит. Поэтому, вон наши рвачи рвут ягоду. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok